29-й Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна-2023» пройдет с 4 по 10 апреля. В этом году фестиваль состоит из творческой, научно-исследовательской и лидерской программ. Творческая программа фестиваля включает в себя следующие направления – вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, медиа и фестиваль-конкурс студенческих театров. Научно-исследовательская программа включает в себя конкурсы студенческих научных работ по различным направлениям. Победителям конкурсов научной программы фестиваля смогут получить и вручить им денежные премии. В этом году студенты смогут попробовать себя в новой номинации фестиваля. Это лидерская программа. Лидерская программа будет состоять из нескольких конкурсов. Принять участие в лидерской программе смогут студенты образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Хабаровского края. Обладатели Гран-при Краевого фестиваля войдут в состав делегации для участия во всероссийском фестивале «Российская студенческая весна-2023». Представители вузов отправятся в Перм, учащиеся СУЗов поедут в Ханты-Мансийск. Давайте подробности узнаем у нашей гости в студии Амалия Шахалева, председатель комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Все мы бывшие студенты, все мы прекрасно помним, насколько значимым было это событие, участие в студенческой весне, не говоря уже о победе, о присуждении первой премии или гран-при. Расскажите, пожалуйста, действительно ли этот конкурс, этот фестиваль, он продолжает носить такой массовый характер? Может быть, сейчас еще больше талантливых, заинтересованных студентов? Мне кажется, что с каждым годом количество заинтересованных и талантливых студентов, участвующих в студвесне, только растет или растет. В прошлом году у нас было 1300 участников, в этом году на 24 марта у нас уже 350 заявок, чуть больше. Количество участников пока не посчитаем, но к концу студвесны обязательно сообщим. Но количество всегда увеличивается. Что нового можно выделить в этом году? Во-первых, мы решили, что студвесна пройдет на одной площадке. Параллельно, все направления пройдут параллельно в Краевом доме офицеров. Одновременно для того, чтобы ребята могли обмениваться друг с другом, и ребята с разных направлений, с творческого, научного и лидерского, могли друг с другом общаться, включаться, и, возможно, в следующем году податься и в какое-то другое направление. Не только в творческом себя попробовать, но и в лидерском. Вообще, это, конечно, один из самых прекрасных периодов студвесна, как вспоминают тоже, как ты сказала, сердце начинает биться чаще, но в наше время не было лидерской программы. Сейчас она появилась. Что это за программа? Что она себя включает? Какие конкурсы? Какие испытания? Лидерская программа – это действительно нововведение этого года. Это такой новый трек у нас. Ребята объединяются в команды. Нужно сказать, что участвовать могут только студенты вузов в этой программе. Они объединяются в команды, и у них проходят различные состязания. Групповые, индивидуальные, деловые игры. Они могут в полной мере раскрыть свой лидерский потенциал, свой управленческий потенциал, свои управленческие навыки, компетенции. И потом, это, конечно, секретик, но раскрываем, могут быть рекомендованы в резерв правительства Хабаровского края. Интересно. То есть все-таки здесь каждый может индивидуально проявить себя, но работа проходит в команду. Все верно. Давайте про творческую часть поговорим. Она традиционно, наверное, остается самой массовой, куда больше всего заявок, но самая многочисленная. Кто участвует? Какие студенты? Что будут делать? Танцевать, петь? Что-то новое в этом году в творческих номинациях? Рисовать, да. Может быть. Да, действительно, творческое направление всегда самое массовое. Из 350 заявок 213 — это творческое направление, поэтому здесь все понятно сразу по количеству. В этом году какие нововведения? Мы обычно отсматриваем только малые театральные формы. В этом году у нас уже конкурс больших театров. Единственное, что мы не можем отсмотреть их все, к сожалению, на площадке Адара, поэтому именно театральные большие постановки будем смотреть на базе вузов. У нас будет жюри, которая выезжает на вузы и смотрит. Отлично. Медиа направление. Вот я смотрю, раньше такого же не было тоже. Что оно из себя представляет? Журналисты? Медийщики, журналисты, да, могут себя попробовать и раскрыть свой потенциал. Давайте поговорим о том, почему студенческая весна так востребована, так популярна, не только, наверное, потому что это интересно, потому что это общение, обмен опытом. Что-то дает участие в студенческой весне и в том числе, наверное, победа. Студенческая весна, у нее есть такой слоган «Больше, чем фестиваль». И вот мы на сегодняшний момент абсолютно согласны с этим слоганом, потому что для нас, как для молодежной политики, это точка входа или точка касания молодежи с молодежной политикой. Во-первых, мы на площадке представляем огромное количество общественных организаций, которые реализуют свою деятельность для студентов. Во-вторых, мы демонстрируем студентам те возможности, которые сегодня предоставляет региональная власть, федеральная власть, те же грантовая, например, поддержка, участие в форумной кампании. Ну а для самих ребят это, конечно, в первую очередь возможность обмениваться опытом, попасть в творческое сообщество или в научное сообщество и поучаствовать во Всероссийском фестивале. А он всегда массовый, красочный. Больше 40 тысяч студентов в прошлом году в Самаре собрались на Всероссийский фестиваль студенческой весны. Это фантастика, лучшая молодежь со всей страны собирается в одном месте. Это невероятно культурный обмен. Но кто отправляется именно? Первые места или только гран-при? Отправляются лауреаты первой степени студенческой весны от края. И очень отрадно сказать, что у нас наши ребята занимают первые места и на Всероссийской студенческой весне. В прошлом году вокальное направление целых два первых места мы привезли. Ну, потому что лучшие. Искромные. А по поводу зрителей, у нас же с 4 по 10 апреля будет фестиваль. Опять же, Адара, мы запомнили. Планируется вроде бы красивое открытие. Все верно. Так. Могут и зрители прийти просто посмотреть, подержать? Конечно, свободный вход. Там свободный вход на студенческую весну. И 4 числа будет грандиозное массовое открытие. 10-го будет гала-концерт. Это, наверное, самый пик, такая кульминационная точка студенческой весны, которую, мне кажется, нельзя пропустить никому. А во сколько? Время. Я сообщу чуть попозже. Ага, хорошо. А ты уже выступаешь? Я? А, я еще похожа на студентку. Это хорошо. Я с радостью бы. Я помню, что был юбилейный фестиваль, наверное, он был 25-й. И как раз вот там мне удалось поучаствовать, ну, естественно, в качестве гостя. Сейчас мы все-таки закидываем, чтобы мои рубашки не пришли. Это было бы, да? Потому что бывших студентов не бывает. В общем, всех приглашаем, всех желающих, может быть, зарядиться этой молодежной энергетикой, посмотреть, чего достигла молодежь нашего края на сегодняшний день, поболеть за кого-то из своих. Водора с 4 по 10 апреля. Спасибо вам большое. Спасибо. Напомню, что в гостях была Амалия Шахалева, а председатель комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.